Всем привет, меня зовут Александр, мы с вами продолжаем играть Jurassic World Evolution, продолжаем наш небольшой мерафон, ограждение сломано, черт побери, это нехорошо, прям сразу, прям сходу, ограждение сломано, посмотри, и он здесь вырывается, добавить задачу, быстро ремонтировать, теперь оса, вертолет оса, давай-ка добавить задачу и его быстренько усыплять. Мы сейчас, конечно, управление перехватим, но почему оно здесь сломано? Вообще-то буря была, возможно, буря немножко повредила забор, а дальше уже, дальше уже сам динозаврик там начал ломать, и, кстати, мне кажется, у него, да, видите, это дракорекс, и с комфортом у него все не очень хорошо, потому что очень низкая общительность, ему не хватало сородичей, ну-ка, давай-ка ты сам в него попадешь, потому что дракорексы очень быстрые, очень они такие вредненькие в этом плане. Ты починил забор? Да, забор он починил, кстати, смотри, здесь люди пытаются просто ходить вдоль забора, они меня там животных не пугают, и давай-давай-давай, усыпляй его, как видите, его даже поймать не могут, потому что он очень быстрый, вот это начало, тихо-тихо, только людей не надо, усыпи его, пожалуйста. Чёрт побери. Вот тебе и травоядное, раз, два, три. Оса. Оса. Видите, даже оса по нему попасть не может. Давай, точность. Точность. Усыпили. Раз, два, три. Ай, это нехорошо на самом деле. Ну ладно, предположим, что... Может быть, никто этого не заметил? Я даже не знаю. Давайте извлекать каритозавра. Фу, я, честно говоря, немножко в шоке. Что у нас там происходит? Расходы минус 169 тысяч. Минус 169, прибыль 349 общее. Судебные тяжбы, связанные с травмами гостей. Сколько там? 100 тысяч здесь не видно. Содержание аттракционов пятна. Да, 100 тысяч. Кажется, только что я, в общем, за вот этих троих 100 тысяч отдал. Упс. Вот это прям было... Упс. Честное слово. Слышите, музыка какая. Ну ладно, надеюсь, все будет хорошо. Анкилозаврик, давай-ка тебя выпустим. И нам с вами нужно еще парочку дракорексов. Потому что им просто не хватает компании. Они не могут жить в одиночестве, соответственно. Ну, в смысле, им нужны точно такие же, как они, чтобы общаться. Именно поэтому у него как раз начались проблемы. И он решил сбежать, попытаться найти своих сородичей. Давайте сейчас та же самая история. Вертолет Оса. Мы сейчас усыпим анкилозавриков. Я предлагаю все-таки анкилозаврика сейчас вручную усыпить. Давай. А, не страшно, не страшно. Новый полный геном, каритозавр. Ну, небольшая неприятность такая произошла. Ничего, ничего страшного. Вот он у нас будет. Давай еще одно. И все. Успокоился, да? Фух. Вы хорошо работали, поэтому я думаю, что вы идеально подходите для этого задания. Расширьте зону действия штормовых станций на текущем острове до 70%. Сделаю, сделаю, обязательно сделаю. Если мы знаем, когда будет дождь, значит продадим больше зонтиков, а? Анкилозавры, я изначально хотел перекинуть к диплодоку. У нас там умирает дельта. Нужно сейчас новую дельту вывести. Мы с вами в прошлом выпуске Велоцирапторам дали имена. Но так вышло, что они, честно говоря, просто уже к тому моменту были очень старенькими. Так что сейчас новых будем выводить. А вот Блю будет долго жить, потому что Блю у нас молоденький и там с очень хорошими геномами. Здесь что происходит? Выпустить. И второго Дракорекса тоже выпустить. Мне кажется, сейчас будет все окей и общительность повысится, и он больше не будет пытаться у нас убежать отсюда. Смотрите, вон еще один Дракорексик. Общительность немножечко повысилась, комфорт стал расти. Сейчас, 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 сейчас второй собрат выйдет. Не переживай, дружище, не переживай. Вон, иди покушай. Все будет хорошо. Дракорекс. Можно им даже вот здесь загончик чуть-чуть расширить, чтобы им было более комфортно. То есть берем с вами, знаете, как вот просто вот отсюда тащим сюда. Прям вот так вот чуть-чуть поближе его поставим. Вот здесь тоже прям капельку раз. И подключим куда-нибудь вот сюда. Это хоть и немножко им добавит свободного пространства, но все же. И можно лес немножечко приредить, чтобы, опять же, можно было здесь гулять. Все, идеально. И уж если на то пошло, давайте побольше, побольше вам сюда, друзья, травы. Можно даже вот сюда травы. И следующий пункт по заданию от отдела развлечения. Нам нужно с вами вывести дилофазавров. Но чтобы их вывести, для них нужно построить загон. Я думаю, что загон будет где-нибудь вот здесь. Он у нас будет таким относительно небольшим, потому что, ну и дилофазаврики сами по себе довольно-таки маленькие существа. Так что мы его построим как-нибудь вот так вот, чтобы люди, которые едут по монорельсу, его видели. Нет электроэнергии, ничего страшного. Скоро, скоро все будет нормально. Скоро мы с вами это дело решим. Сейчас у нас все построится. И может быть сразу вторую электростанцию забабахать сюда, да? Почему бы нет? То есть у меня сразу здесь несколько электростанций стоит. Опять же, та же история. Подключаемся вот сюда. Все путем. И мне говорили про вот эти вот штормовые станции. Нужно, чтобы 70% охвата была инфраструктура. Где у нас нет штормовых станций? Во-первых, да, вот здесь нету, это плохо. Нужно будет сейчас обязательно куда-нибудь вот сюда воткнуть. Вот так вот. Есть. Теперь дорога. И, естественно, здесь нужна подстанция. Подстанция, подстанция. Монорельс будет мешать, на самом деле, проведению лэп. Так что мы ставим вот сюда подстанцию. Дотянем? Дотянули. Вроде хорошо. Так, здесь есть. Дальше пошли. Что-то у нас происходит. Кормушка какая-то пустая, да? И здесь дракорексик мертвый. Это досадно. О, умер от старости, кстати. Давайте-ка его просто отсюда уберем. Служба перевозок. Просто уберем его отсюда. Да. И еще одного дракорекса. Даже давайте не одного, а сразу двоих дракорексов выведем. Вывести раз. И еще одного дракорекса вывести два. Так, сейчас мы с вами нормальненько так улучшим наш парк. Все будет у нас замечательно. Где не хватает еды? Здесь не хватает еды. Давайте крейджеры сами туда сгоняйте, потому что на это времени нету. Эммм, секунду. Я хотел посмотреть, как дела у анкилозавра и диплодока. Уживаются ли они там? И у них общительность, популяция, пастбище, комфорт, вода. Здесь все шикарно. А еда? А, я тебе что, кормушка забыл поставить? Да нет, вон кормушка есть, есть. И у диплодока все, в принципе, нормально, кроме общительности. Можно было бы сюда закинуть парочку каких-нибудь маленьких животных. Но я решил здесь так сделать, чтобы здесь не было у них вот этих лабораторий Хаммонда, которые выводят сюда динозавров. А просто они, ну, не знаю, сами по себе здесь гуляли. Я просто туда их буду перекидывать. Так, с этим разобрались. Трупик убрали. А, перевозка активов, да? Трупик убрали. Кормушка для травоядных тоже пуста. Добавить задачу. Давай-ка вот сюда в кормушку. Ага, вот сюда кормушку. А с этим все в порядке. Воду поставим, как я люблю, вдоль забора. Тихо. Как-нибудь вот так вот. Чтобы им невозможно было подойти к самому забору, потому что вот здесь можно построить будет деревья. О, хорошо, у нас появился небольшой лесочек. Теперь. Здесь, естественно, нужно поставить ворота. Куда-нибудь, наверное, я даже не знаю. Вот сюда ворота поставим. Да, хорошо. Сюда поставили ворота. Лабораторию Хаммонда разместим как-нибудь здесь. Присутствуют помехи. Какие помехи? Во. Отлично. Никаких помех. Все путем. Лаборатория Хаммонда есть. Дорожку закругленную раз. И вот сюда подвели. Так. Дальше что? А вот здесь окно я могу, например, построить? Ну, в смысле, не окно, а смотровую галерею. Вот так вот. Секундочку, а почему она не в ту сторону развернута? Во. То есть здесь охват в ту сторону. Соответственно, можно сюда... Нужно, точнее, не можно, а нужно сюда, опять же, подвести дорожку. Дорожка пошла вот сюда. Есть это построено. А вот здесь, если бы можно было построить какую-нибудь смотровую площадку, было бы просто идеально. Ну-ка. Во. Смотри, как... Во, шикарно. И там полный охват. И опять же дорожка, да? От нее дорожка пошла вот сюда. Подключили? Подключили и здесь нужно, знаете, что еще построить? Это в гостях обязательно убежище, потому что его здесь... Здесь вообще ни одного убежища нету, черт побери. Там нехорошо. Вот здесь вот, да, в принципе, можно его построить как-нибудь. Вот так вот, раз. Опять же, дорога к убежищу пошла. По электричеству вроде все должно быть в порядке. Для гостей можно здесь построить, естественно, магазин подарков. Есть магазин подарков, сюда встал. И что-нибудь типа фастфуда. Магазин фастфуда пошел сюда. Все. Дорога есть. Дорога есть. Все, отлично, это подключили. Осталось только влепить подстанцию. Сейчас сделаем. Вдоль границ парка я сейчас уведу лэп. И у нас все с вами будет чики-пуки. Все. Нет, не все, не подключается. Вот давай вот сюда. И вот туда. Все. Вот теперь подключились. Электроэнергия. Что-то у меня как-то электроэнергия-то так проседает. Защита от отключения купить. Я прям как-то выруб... Энергию-то трачу, а? Ноль. 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 У-у-у. Нет, здесь 70. Ноль. Ноль. Фу. Мне не нравится, что мне так летит электроэнергия. Ну что, придется ставить еще одну. Придется, походу, ставить еще одну. Потому что я хотел, как минимум, еще один загон сделать. Так что ставим с вами еще одну электростанцию сюда. Народ, вы что, пришли сюда на электростанции посмотреть? Вы издеваетесь, что ли? Камон. Камон. Зачем вам электростанции? Не надо. Ну да ладно. Хотите смотреть электростанции в парке с динозаврами? Смотрите на электростанции. Используйте команду рейнджеров, чтобы сделать фото... Ага. Дилофазавров сфотографируй. Не переживай. Велоцираптор появился. Называем его Дельта. И у нас теперь все на месте. Давайте проверим. Дельта. Блю. Чарли. Эхо. И здесь есть еще один велоцираптор, про которого я абсолютно забыл. Дальше у меня есть небольшая проблема с критозавриком вот тут. Ему просто, на самом деле, не хватает комфорта. Из-за того, что... Видите, общительность. Общительность очень сильно просела. Еда, вода. У него депрессия. У него депрессия. Но ничего страшного, потому что... Я для тебя уже... Ах, отбраковать, отбраковать. Господи, я как раз для него критозавров выводил. Что ж поделать? Не срослось. Давайте вывести раз критозавра. Все, хорошо. У нас сейчас будет 4 критозавра. Мы их туда закинем. Они будут между собой общаться, гулять там. У них все будет хорошо. Выбрать точку назначения здесь. Буря заканчивается. Так что идем с вами в убежище. И... Все. Всех выпускаем. Всех выпускаем. Дело фазаврики. Отлично. Выпустит дело фазаврика. Здесь все хорошо. Здесь все появились. Всех выпускаем. И у нас есть возможность с вами построить еще один загончик. Где-нибудь... Вот тут. Мне кажется, здесь достаточно пространства. Давайте вообще посмотрим, что у нас по парку. Какие у нас показатели. Нам нужно с вами обязательно набрать 5 звезд. Ребята. У нас с вами задание сфотографировать двух динозавров вида дело фазавр. Погнали. Погнали это сделаем. Уууу. Здесь какая неровная дорога у около отеля. Блин, смотрите холмы. Но они не опускаются, потому что постройки мешают. Они не дают это дело опустить. Есть вариант только поднять, как бы. Но тогда внизу получается некрасиво, около отеля. Так что приходится оставлять это дело так. Люди... Люди под колеса не лезем. Как это классно выглядит вот так вот с земли, да? То есть, ну, с нижнего уровня. Давайте сюда. Дело фазавриком. Убедитесь, что каждый динозавр остается в надежном загоне. Это как раз развлечение, если не ошибаюсь. Я вас вижу. Нам хотя бы двоих нужно. Динозавры? Динозавров не найдено. А вот они двое. Че? Тихо. Они на меня отпадают, что ли? Я не понимаю. Во. Бежит, бежит. Хорошо. Неплохой, неплохой. Ты смотри, че творит. Ты смотри, че творит. Они прямо атакуют нас, да? Не сдаюсь. Ты посмотри, а? Надеюсь, что они через дверь не выйдут. Ладно, погнали отсюда. Все, плевать. О! Как раз сейчас было видно, кто у нас за рулем. Так, ладно. Убедитесь, что каждый динозавр остается в надежном законе. Увеличьте ваш рейтинг. Да, сделаю. Обязательно сделаю. Надеюсь, что все получится. Пять звезд, я и сам к этому стремлюсь. Так, у нас все в порядке. В принципе, по острову, я так смотрю, везде все наконец-то окей. Кстати, окаменелось опять прилетели. Что-нибудь вкусное. Платина продать. Анкилозавры излечь. Продолжаем их искать. Шикарно. Шикарно, шикарно. Это пошло сюда. Ну и каритозаврики. Комфорт 100%. Еда есть. Популяция. Общительность. Да. Каритозавры, подождите. 4,1 звезды. Я понял. Скоро мы это с вами сделаем. Инкубация. Опять отбраковать. Ну, давайте прям сразу еще двоих. И для выполнения задания осталось подождать всего 20 там с небольшим секундочек. И все. У нас выполнится задание отдела развлечения. Опасный портфель. Так, давайте-ка с вами, знаете, что сделаем? Режим отображения. По буре. Здесь у нас все прикрыто. Здесь все, в принципе, прикрыто. Все хорошо. Так, секунду. Выполнилось. Я вижу, что выполнилось. Я хочу проверить. Здесь. Хорошо. Здесь не прикрыто. Здесь прикрыто. Здесь нужно от буре поставить. И убежище. Вот здесь нет убежищ. Нужно будет обязательно поставить. Сейчас это мы с вами сделаем. Новое сообщение. У нас много врагов. Люди, корпорации. Разные структуры. И они не остановятся ни перед чем, чтобы заполучить наши знания и технологии. Я знаю, что нравлюсь не всем. Кто-то считает меня холодным и скучным. Но они не знают того, что знаю я. Меня больше заботят не познания доктора Ву, а то, как он планирует их применить. Ну, это да. Примение его знаний, оно такое. Как он их будет применять, никому неизвестно. Ладно. У нас вот здесь с вами еще, если не ошибаюсь, не хватает штурмовой станции, да? Да, штурмовой станции здесь нам не хватает. Нужно будет сейчас обязательно разместить. Давайте это сделаем. То есть, это пошла инфраструктура. Штурмовая станция. Я здесь не могу, в принципе, разместить. А вот здесь. Во, хорош. Прям отлично. Все. У нас сейчас все с вами абсолютно прикрыто. У нас потихонечку должно повышаться рейтинг парка. Единственное, чтобы еще повышался рейтинг парка, нам нужно с вами чуть побольше хищников, мне кажется. Здесь метрикантазаврик один. Здесь у нас с вами... Можно, в принципе, закинуть сюда дополнительно анкилозавров. Вполне. А, кстати, за задание отдела развлечения мы с вами получили еще одну раскраску в генах. То есть, я не знаю, нужно ее выучивать или нет. Мне кажется, не нужно. Просто какую-то степь она называлась. Савана. Степь. Вот такую раскраску мы с вами получили. Давайте посмотрим, что еще по исследованию можно выучить. Здесь у нас все полностью закрыто. А вот тут можно выучить, ну, скорость перезарядки рейнджеров. Здесь защита от отключения 2.0 и так далее, и так далее. Да, это классная вещь. Давайте обязательно учить. И осталось только поднять рейтинг парка. Плохая пропускная способность. Что это значит? Пропускная способность это действующие отели. Все, я понял, что нам нужно построить. Это элементарно Ватсон. О, вот так можно построить. Замечательно. Давай-ка ставим сюда дорогу. Дорога пошла сюда. И теперь, по идее, да, мы прямо здесь можем поставить себе спокойненько отель. Есть. Осталось только подвезти дорожку. И у нас эта проблема с вами, по идее, решена. Дело фазаврики. Давайте посмотрим, как у вас. Бросаете награждение. Чего это вдруг? Ты бросаешь награждение? Что там происходит? Команда рейнджеров добавит задачу. Ну-ка. Нет, нормально. Все хорошо. А чего он? Чего ему не нравится? Подожди. Чего ему не нравится? Ты зачем награждение бросаешься? Лес, пастбище, популяция. Леса не хватает, да? Тебе побольше леса нужно. Ну, давай-давай-давай-давай. Сейчас сделаю тебе леса еще побольше. Смотри, вот здесь лес. Здесь лес. Нормально? Где-нибудь здесь лес. Нормально тебе? Комфорт 100%. Общительность хорошая, популяция нормальная. Коза хорошо. Еда, вода, комфорт, пастбище, лес растет. Все, вроде больше. Они не должны ни на что бросаться. Гостиница построена. Там гостиница построена. Давайте посмотрим, что у нас. И сразу 4,7 звезды, да? И нам не хватает чуть-чуть, вот прям буквально только чуть-чуть динозавров. Действующие отели 2, а один просто сейчас достроится и будет 3. Рейтинг пищи 74. Удовлетворенность гостей. Нам не хватает пищи и нам не хватает шопинга, а также веселья. Прям даже не знаю. Ну что, то есть пищи и шопинга им еще чуть-чуть не хватает. Гости, это все очень просто. То есть, предположим, фастфуд пошел вот сюда. Вообще рядом с отелем фастфуд. Ты что, издеваешься? Конечно же, сейчас упадет сюда ресторан. Ресторан. Хорошо. Он у нас пошел сюда. Обязательно дорожку. Тут рядышком у нас с вами магазин игрушек. Опять та же самая история дорога. Дальше у нас с вами здесь не хватает подстанции. Сейчас поставим. И поставим прямо за ними где-нибудь еще... Ну, каких-нибудь динозавров в парке, я не знаю. Подключается? Да, подключается. Есть. Это здесь установили. Здесь магазин подарков, фастфуд, убежище. Здесь у нас, в принципе, так, электростанции, все дела. Исследовательский центр. Я прям даже не знаю, где-то еще нужно ресторан по-любому ставить. Так, здесь у нас циратозавры. Циратозавры ведут себя мега спокойно в этом парке нашем. Если ждете новых свершений, на Исламуэрто делать уже нечего. О, пять звезд. Награда за рейтинг острова. Команда палеотологов. Браво, экспедиционный центр. Мы получаем вторую с вами команду палеотологов. Это хрестоматийный пример того, как нужно работать. Ну, а по динозаврам мы разве все с вами полностью вывели? Исследовать, где это у нас появилось с вами предметов доступно здесь. Смотри, доступно новое исследование. Стерокозавр. Доступ к окаменелостям эксклюзивно. Стерокозавр. У нас такого еще не было. Давайте выучим это раз. Сколько это стоило, я не обратил внимания, но, в принципе, наплевать. Это у нас займет пять минут. И там еще какие-то у нас были исследования. Смотри, вот здесь вот новых три. А, это у нас электростанция, электростанция, винтовка. Это, опять же, неинтересно. День по постройкам. По постройкам тоже ничего нету. А здесь у меня появилась вторая группа палеонтологов. То есть я могу сразу отправлять ее еще куда-нибудь. Вон, рихтанозавры. Точно. У нас теперь есть две группы вообще шикарнейшие. Это просто супер. Ну и я хотел здесь вот поставить еще один загон. Так, я решил здесь построить немножечко по-другому. Я сначала поставил лабораторию Хэммонда. Так. А потом уже стал строить забор. Исследование завершено. Стерокозавр. Доступ к окаменелостям эксклюзивного издания. О, прикольно. Сейчас можно что-нибудь еще хорошее поставить. Новый полный геном. Дело фазаврик. Шикарно. У нас с вами новый полный геном. Все. Здесь у нас для травоядных сделано. Здесь, наверное, будет где-нибудь... Вот нет. Все-таки вот здесь пускай ворота будут, да? Ограничение рельефа. Чуть не нравится. Это же ворота, господи. Ну пускай вот здесь будут. Хорошо. А как на них будут люди смотреть? Секунду. Гости на них как смотреть-то будут? Ну, я могу вот здесь где-нибудь разместить? Фу. Отлично. Все. Придумал, как это сделать. Немножечко изменил забор. То есть это пошло сюда. Где у нас вот здесь? Это пошло сюда. Тихо. Это пошло сюда. Замечательно. Теперь им нужно сюда добавить немножечко растительности. То есть вот сюда растительность пошла. Сюда. 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 Так, по мелочи, по мелочи, по мелочи. Все есть. Трава. Много-много-много-много-много травы. Вода. Уже прям все на автомате делаем. Здесь у нас пруд. Хорошо. Больше, мне кажется, не нужно. И, естественно, быстренько ставим туда кормушки. Наверное, для наземных поставим где-нибудь. Вот здесь вот рядом с этим. А вот здесь вот поставим. Я не знаю, нужно или нет. Потому что я сейчас еще не решил, кто здесь у нас точно будет. А вот здесь поставим такую вот большую кормушку. Все, отлично раскидали. Вот такой вот загончик получается. И здесь мы с вами требуемся подсоединить к дороге. Сейчас это я сделаю. Соряба. И это последний загончик, который мы здесь вообще можем построить. Давайте посмотрим по заданиям. У нас... Нет, задания-то все завершены. По репутации. Смотрите, нам, чтобы разблокировать среднюю электростанцию, нужно с отделом как раз безопасности повышать репутацию. Так что я предлагаю именно этим заниматься, Ламберт. Давайте не будем спорить. Это легко. Это легко. Не будем. Это отличный контракт. Конечно. Конечно, просто замечательный. Только 5107, нужно 5200. Ладно, нормально. Сейчас мы там с вами выведем новых динозавров. Секундочку. А, кстати, как мы это с вами сделаем? У нас окаменелости. Что там? Велоцирапторы. Это можно подавать. Но это я случайно туда отправил, на самом деле. Ладно. 72 тысячи. Деньги нам сейчас уже не нужны. Вот. Крихтонзавры. И заказываем с вами сразу здесь 3 крихтонзавра. Где вот он? Крихтонзавр. Модифицировать геном. И мы сейчас модифицируем их, опять же, как мы это обычно делаем, в здоровье. Это у нас будет, пускай, старение мозга использовать ген. И второй раз тоже опять старение мозга использовать ген. Продолжительность жизни 83. А давайте еще раз, как раз, возьмем типовой ген бесплодных земель. Нет гена. Ну, давай вот такой. Давай, посмотрим, что из этого получится. Чтобы немножко поинтереснее было. Вывести раз. Сюда. Вывести два. Требуется чего? А, требуется пополнить. Сейчас сделаем. Мертвый динозавр. Где у нас мертвый динозавр? Это, скорее всего, да. Цертозавр это просто от старости ничего страшного. Вызываем с вами службу перевозки. Убираем его отсюда. Выводим сразу. Сразу выводим нового цертозавра. Просто нужно обязательно обновлять, если кто-то погибает. Вывести. И где-то нужно пополнить лову. Угу. Вот здесь кормушку нужно пополнить. Рейнджеры. Давайте добавить задачу пополнить кормушку здесь. Пополнить кормушку сразу здесь. Давайте посмотрим, что они из себя представляют. Ну, вообще похоже на анкилозавра. Внешне так, да? Слушайте, даже на хвосте, вон. Видите, какой шип? Он на анкилозавра похож. Это что такое? Это крихтонзавр, да? Да, это крихтонзавр. Давайте выпускать всех. Выпускаем этого. Выпускаем... Выпускаем всех. Потихонечку выпускаем всех. Это нам с вами сейчас должно повысить немножечко рейтинг. Ну, в плане... Видите? Чем больше динозавров, тем больше посетителей. Сразу там скакнуло на 167. И циратозаврик... Циратозаврик. Он нам сейчас тоже в этом поможет. 69% ждем. Окей. Гости довольны количеством мест, где можно поесть 479 тысяч. То есть у нас все хорошо. Выпустить динозавров выполнено. Контракт 250 тысяч выполнен. Кстати, я так понял, что выполнение вот этого контракта понижает нам вот это вот. Крихтонзаврики. Давайте посмотрим, как там у них отношения. Общительность нормальная. Они не очень любят, когда очень много их. Популяция хорошо, комфорт, вода, еда. Все в порядке. Здесь всего должно быть вам достаточно. Я могу даже для вас... Окаменелоси прилетели. Могу даже для вас поставить еще одну кормушку вот здесь вот. Чтобы у вас был хороший доступ. Кстати, хотя они быстрые, а. Так, что там происходит? Выпустить циратозавра замечательно. Сейчас гостей будет очень много. И по окаменелостям быстренько. Давай, что там? Фаенозавр. Еще чунгингазавр. Это продать. Вывести. Вывести. Извлечь. Извлечь. И мне нужно выполнить одно задание. Больше всего побед в боях. Ограждение сломано, черт. Побери. Где? 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 Ограждение сломано. Здесь, что ли? Ладно, это не так страшно команда рейнджеров. Как я говорил, у меня здесь для этого... Для этого два ограждения. Что там по делу? Фазаврикам ты? Эй. Смотри, у меня такое ощущение, что Чарли не справляется с делом Фазаврикам. Да ладно? Ты шутишь? Кстати, там заезжают ограждение чинить. Ну-ну. Ты чего? Укус? Ох! Ты посмотри, смотри, смотри! Он все-таки плюнул своим ядом, а? Ну, кто выиграет? Нет, все-таки, да, Велоциратор сейчас выиграет. Я уже думал, что делу Фазаврик победит, честно говоря. Я даже не знаю, засчитается это в какую-нибудь победу или нет, но нам нужно сейчас подлечить с вами. Вот это, подожди. Добавить задачу. Подлечить. Лечить Чарли. Давай, мухай туда. Здесь я не думаю, что кто-то выберется. Здесь у меня сейчас продолжает выводиться делу Фазавр. Давайте поставим выводиться еще одного делу Фазаврика. Вывести. Все хорошо, здесь здоровье 100. Используйте камеру команды Рейнджер. Работа, которая вас заинтересует. Типа, ведение сражается. Меня интересует это. Сейчас мне Дилфазаврик здесь выберется. И я обязательно это сделаю. Кстати, этот трупик можно... Вот этот трупик отсюда можно убрать. Чтобы он здесь не маячил. Эй, команда Рейнджеров, как у вас дела? Живы-здоровы? 79 процентов. 80 процентов. Ну-ка. Управлять транспортом, секунду. Я могу... Подлечить его еще, а? Не нуждается? Ну ладно, хорошо. Отлично, появляется Дилфазавр. Берем под управление транспорт. Нам нужно, чтобы его в принципе забил тот же самый Раптор. Нам это очень сильно нужно. Так, секунду. Прикольно. Можно просто так сфотографировать их. Потому что такой фотографии у нас не было. А вот теперь подождем, пока они начнут сражаться. Так. Сражается? Выполнили. Это было супер. Чарли и Дилфазавр. Давайте сразу еще одного Дилфазавра выводить. У вас получились великолепные снимки. Я рад. Для контракта более чем достаточно. Поздравляю. Слушай, мне нужно, чтобы ты, подожди, добавить задачу, подлечил Чарли. Мы ему немножечко поможем выиграть. Я не хочу, чтобы он погибал. Ты что там промахиваешься-то, а? С ума сошел. 38 процентов, а здесь 30 процентов. Давай, лечи, лечи, Чарли. Все хорошо. У Чарли 67 процентов. Я понимаю, что это немножко не спортивно. Но я хочу выполнить второе просто задание. 76 процентов. 11 процентов. А здесь у нас, смотрите, как раз вывелся второй Дилфазавр. А. Ну тогда все хорошо. А так получается, у нас с вами абсолютно все выполнено. И также мы с вами в этом выпуске получили огромное количество всяких разных ДНК. Давайте посмотрим сейчас по заданиям. Все здесь выполнено. А по репутации. Да. Все, мы все разблокировали. Здесь, здесь и здесь. И мы разблокировали с вами среднюю электростанцию. Просто замечательно. Так что можно с полной уверенностью говорить, что мы прошли этот остров. Мы здесь построили вот такой парк. У нас с вами и по всему парку идет монорельс. Ну, блин, мне очень нравится на самом деле. Надеюсь, что вам тоже понравилось. Если так, пожалуйста, поставьте лайк. В следующем выпуске отправляемся на третий остров. Так что, если вы здесь впервые, не забывайте подписываться, чтобы его не пропустить. А на этом все, друзья. Удачи. Пока. Увидимся в следующем выпуске. Продолжение следует.